Друзья, всем огромный привет, у нас с вами сегодня выходит игра Remnant from the Ashes, это не реклама игры, мне никто ничего не платит, сразу хочу предупредить, потому что мне тут на самом деле надоело это говорить, потому что количество месяцев хватило, поэтому снимаешь, прям придушить хочется реально. Вот, соответственно, я так понимаю, что она была доступна еще на выходных для тех, кто сделал предзаказ, я сделал предзаказ, но у меня просто возможности не было снимать, потому что тупо не было времени. Но все равно, давайте посмотрим, эта игра из себя представляет что-то типа Dark Souls, ну вот с чем ее можно сравнить, Souls-like игры, только здесь еще есть огнестрельное оружие, ну и естественно оружие ближнего боя, все дела там, перекаты, классные монстры, давайте побегаем, посмотрим насколько она хороша. Что делать, когда последняя надежда угасает? Это тебе предстоит узнать. Наша последняя надежда отправилась в путь по морю, пытаясь найти способ покончить с чудовищами, которые охотятся на нас уже много поколений. Способ был найден, или так нам казалось, когда дракон взмыл в небеса словно феникс, охваченный пламенем агонии, но наш герой так и не вернулся домой. Вместо него пришла буря, чудовище и непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный путь. Буря окутала драконью башню непроходимой завесой. Пускай сам дракон мертвый, но, боюсь, из его пекла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни, узнай, что стало с нашим воином. Сразись с тем, что ждет внутри. Когда последняя надежда угасает, ее место занимает новое. И так будет всегда, пока мы дышим. В заставочке этот цунами, это прям мой кошмар, вот реально, мне такое порой снится, безумно страшно. Как-то ты с этим ничего не можешь сделать, это, оказывается, непреодолимая сила, как бы я всегда боюсь непреодолимой силы, с которой ты ничего сделать не можешь. Перед тем, как присоединиться к игре, нужно сначала пройти обучение, окей. Я еще не играл, так немножко глянул, что за игра прям совсем капельку, толком ничего не знаю. Так что, мы сейчас будем с вами сначала немножко обучаться. Это бег, это все дела, это перекат. Все, нормально, пошли вперед. Я думаю, что справимся. Ладно, там можно было по-другому перепрыгнуть. Настойка из красного щавеля. Расходуемые предметы оказывают временный эффект, их можно найти самостоятельно, либо приобрести у торговцев. Чтобы использовать стриженный расходный предмет, нажмите один, хорошо. Ну, то есть, прямо сейчас я не знаю, стоит ли использовать. Стоит, потому что здоровье неполное. Окей. Нет, ну пока что сделано все прям очень качественно, потому что я так видел на стриме, мне показалось, что корявое управление... Нет, персонаж очень отзывчивый, мне прям нравится. Жесть. Привет. Нажимайте спейс, чтобы уклониться от атак. Уклонились. Ну, это понятно. Атаку мне показывать не нужно было. Это как бы логично. В принципе, прыжки во всем направлении, то есть, вполне так стандартно. Ах, ты красавчик, тыл, хоть чертов. А блок где? А блок здесь есть? Блок парирования, что-нибудь типа того. Ладно, может быть, в будущем. Чешем потихоньку вперед. Выносливость, да, выносливость есть. Сейчас аккуратно. Вижу. Ну. Нет, так схитрить не получилось. Заряженный удар, когда удерживаешь клавишу мыши, понял. Здесь что-нибудь нет. С них тоже пока ничего не выпадает, но это, скорее всего, потому что просто обучение. Ну, иди сюда. Вау. Спокуха. А, я тоже промазал, нормально. Ну. Хорош. Интересно, есть ли какие-нибудь удары в спину? Ну, как, знаете, в Dark Souls все это было. Ну, или в том же, не знаю, Секера. Здесь. Я слышу какие-то удары. Нет, здесь так не пройти, я вижу. Наверху он висит что-то. По-любому спрыгнет. Ну, давай, иди сюда. Ладно. Да я понимаю, я думал, что раньше ударю. Почесали вперед. Опять же, та же история. Просто... Да, ты... Она тормозится, понятно. У меня просто носовь закончилась. Я надеялся, что я сейчас успею подойти. Давай, беги сюда. Нет, ты смотри-ка, а. У меня больше нету лечилок. Фига себе. Ты лоханулся. Живем. Отлично. Все хорошо. Что, с лечилками вообще беда, да? Да, с лечилками беда. Туда мы с вами не попадем. Ладно, давайте немножко аккуратней. Выносовь заканчивается. Я не думаю, что здесь где-то что-то запрятано. Потому что это обучение. Вот бы мне бы стрела. А мы типа добрались, я так понимаю, да? Что, с лечилками беда, да? Что, с лечилками беда, да? Что, с лечилками беда, да? Что, с лечилками беда? Субтитры сделал DimaTorzok Держитесь! Все будет хорошо. Разрешите, Эллен! У нас гости! Бегом! Я знал, что ты выживешь. Привет! Здорово. Эй! Тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Кто вы? Я Уоллес. Окей. Я... Я хотел увидеться с тобой и попросил командира. О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали, что Марк не вернется. Он был... Ладно, забудь. Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. Ее комната дальше по коридору. Она подыщет тебе место. Как и всем нам. Окей, договорились. Увидимся. Я, как помню, то есть я это увидел на стриме, что здесь, в принципе, будет городочек. Тут довольно-таки много всякой информации. Я, наверное, оставлю самое важное, самое интересное. А всякую, ну, то есть, то, что неинтересное, я его просто уберу, потому что это может затянуться. Итак, 15 декабря 1968 года. Ммм, лейтенант Эвелин Седер, одна из семи выживших, сумевших покинуть Атолл. Нам пришлось покинуть блок 16 и отступить к блоку 13. Все остальные мертвы. Харсгард, Невилл, Грин, Паркер, Маккензи, все они погибли. Мы единственные, кому удалось уцелеть. Корень напал и на блок 13. Повсюду останки людей и корней. К счастью, корень по какой-то причине отступил. Это место заброшено. Спящих больше нет. Именно для этого сюда и виявился корень. Не знаю, почему я так решила, но я в этом уверена. Корень и спящие как-то связаны. Я словно чувствую это. После убийства спящих корню незачем было тут оставаться. Капитан Форд, полагаю, теперь уже командир сказал окопаться здесь, пока мы не продумаем наш следующий шаг. Он поработал с Кристаллом, чтобы ничто не смогло последовать за нами с Атолла. В это место есть всего несколько входов. Думаю, мы сможем защищать его столько, сколько потребуется. Черт, жарко и выдалось Ханука. Прикольно, Ханука. 15 апреля 1969 года. Прошло несколько месяцев и мы почти привыкли к блоку 13. Мы убрали тела, но некоторые двери мы до сих пор не можем открыть. Командир Форд приказал нам искать выживших и приводить их в блок 13. Он смелый и умный человек. Не то, что те ублюдки, что втянули нас в это безумие. Благодаря Форду мы, в отличие от остального мира, пережили новые волны вторжения. Корень объявился не только в блоках. Эти существа атаковали всех сразу. Никто не был готов. Армии были разбиты. Франция даже применила ядерное оружие. Они сбросили бомбы на собственную территорию. Затем связь с ними прервалась. Мы потеряли контакт вообще со всеми. Город зоны боевых действий. Мы с трудом выживаем. Как долго мы еще продержимся? 3 мая 69-го. В последнее время мне снятся сны. Я слышу корень. Чувствую его запах. Смотрю их глазами за тем, как они выслеживают и убивают выживших. Даже после пробуждения я чувствую их удовольствие, их ярость. Порой я не сразу вспоминаю, кто я и где я нахожусь. Это сводит меня с ума. 24 мая 69-го года. Сегодня мы потеряли много людей. Но зато мы взяли под контроль водонапорную башню. Конечно, это поможет нам выжить. Но стоит ли оно того? Столько жизни удано ради того, чтобы мы влачили существование, пока нас самих тоже не прикончат? Командир Форд произнес речь и заверил, что их жертва будет не забыта. Пока мы дышим, у нас есть надежда. Хотела бы я в это верить. 2 июня 69-го. Мне попались старые письма и записи людей, живших тут до нас. Их слова были полны надежды, восторженности. Эндрю, то есть командир Форд, заметил, что я их читаю. Хотя уверен, что он и сам их читал. Он сказал, что их надежда обеспокоила его. Она ввела их в заблуждение. Направила по ложному пути, сказал он. Так же, как и нас, когда мы были в блоке 16. Так же, как и меня сейчас. Я не смогла удержаться и недовольно фыркнула. Надежда. Здесь, в этом месте. Он рассмеялся, когда я высказал свою мысль вслух. Он действительно думает, что мы выживем. Что мы как-то сможем оправиться после всего этого. Я считал его наивным. Но ведь именно его надежда поддерживает нас. Так ведь? Именно она помогла нам выжить. Когда я сказал это, он улыбнулся и ответил, что мы живы только благодаря таким людям, как я. Людям, которые обращали внимание на его упущение, бросали вызов его безудержному оптимизму. Он сказал, что мой цинизм и прямолинейность опустили его на землю. Я смеюсь, вспоминая об этом. Неужели в этом хаосе его пугает лишь теплящаяся надежда? И он правда думает, что мы живы благодаря мне? Боже, что за человек. 12 августа 69-го. Прошлой ночью мне приснился очередной сон о корне. Он был другим, реальным. Во сне они поджидали нас возле внутреннего двора отеля, где мы выращивали еду. Я рассказал об этом Форду. Думал, он отмахнется, как он часто это делает. Но он сказал, что стоит проверить. И это оказалось чертовски хорошей идеей, ведь нас действительно ждали. Мы сумели прогнать корень благодаря моему сну. После этого я поведал Форду о других своих кошмарах. Сказал, что уже давно их вижу. Он предложил рассказать об этом остальным. Так что я поделилась своей маленькой тайной с остальными из семерки. Посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, что я поступила правильно. Эндрю хороший человек. Я всегда это знала. Но теперь он хороший человек. 15 августа 69-го. Интересно, что остальные подумают, если я приударю за главой блока 13? Ему это сейчас не нужно. Мы просто пытаемся выжить. Но кто, черт возьми, мечтает о свидании в простапокалиптическом мире? 16 августа 69-го. Да плевать. Предложу ему свидание. 17 августа. Это ж надо. Оказывается, наши чувства были взаимны. Эндрю боялся сделать первый шаг, беспокоясь о своем авторитете в блоке. Вдруг людям начнет казаться, что он делает для меня поблажки, или что я у него на особом положении. А как ко мне будут относиться остальные жители? А если между нами вспыхнет ссора? Он задавал тысячи вопросов, пока я не заткнула его. И тогда я все поняла. Не важно, какой риск несут в себе наши отношения. Любовь – это то, ради чего стоит бороться за жизнь. К тому же, у всех нас есть общий враг. На этот счет у нас никогда не было разногласий. 1 января 71-го года. Черт, давненько я ничего тут не писала. Думаю, правильнее было бы рассказать, что я немного отвлеклась. Мы с Эндрю поженились в прошлом месяце, а сейчас я узнала, что беременна. Я еще не сказала Эндрю. Пусть это еще немного побудет моей тайной. Трудно поверить, что во мне зарождается новая жизнь. Это была идея Эндрю. Когда он заговорил об этом, я решила, что он сошел с ума. Кто захочет растить ребенка в этом жутком мире? Снова он и его чертов оптимизма. Но он прав. Дети – единственное будущее, которое у нас есть. Я не знаю, что случится с этим малышом или с нами, черт возьми. Но рождение ребенка похоже на восстание против корня, который хочет уничтожить нас. Это дарит нам надежду. А надежда нам бы совсем не помешала. Я это обязательно добавлю в выпуск, потому что, ну, это сюжет. Это сюжет, это важно. Тот, кто не хочет читать сюжет, тому... Ну, другие каналы. Я всегда читаю такие вещи. Ладно, хорошо, погнали дальше. Ну-ка, секундочку, ребят. Я просто не знаю сейчас, куда бежать. Мы будем сейчас все осматривать. А, хорошо, понял, это выход. Нам, скорее всего, нужно вот куда-то туда. Да, точно. Так-так, вы очнулись. Ну и заварушку вы устроили у ворот. Кто вы? Я командир форт. Это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость. И я должна знать, кого я пускаю в блок 13. Мы уже с месяц не встречали ни одной живой. Или вы рассказываете, что там делали. Или отправляетесь к корню. То есть она жена этого форда, понятно. Я пытаюсь добраться до башни на острове. В этой башне уже давно никто не бывал. Но туда не добраться в такую погоду. Дело в том, что... Блок отрезан. Втащив вас, мы были вынуждены завалить ворота. Корни повсюду. Но, раз уж вы здесь... У меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? Тогда сначала помогите нам. И что я могу сделать? Для начала нам нужно электричество. Реактор отключен из забори. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. Где реактор? Реактор расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам. И получить желаемое. Ну окей, погнали. Легко не будет, уверяю. Так что будьте начеку. Один из наших уже погиб там, внизу. Похоже, корень подбирается к нам. Идите к Риксу. Спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться. Интересно. А ребенок ее жив, здоров? Ну то, что это абсолютно точно ее был дневник. Здесь что-нибудь еще есть, нет? Давайте посмотрим. Потому что может быть какой-нибудь дневничок будет. Заметки, записки, которые раскрывают как раз вселенную. Историю вселенной. Так, а это что за комната? Своей дорогой. Привет, хорошо. Может быть у тебя мой меч? У тебя мой меч. Привет! Рад, что ты в норме. И добро пожаловать в блок 13. Это ты мне помог? Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Я Риглер. Но все зовут меня просто Рикс. Окей. Твой меч, он пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Кажется, Эйс говорила, что нашла в городе оружие. Может, она с тобой поделится? Хм. Говорят, она собиралась проверить реактор. Удачи тебе там. Окей. Хорошо. Ты Эйс. То есть, эта игра настолько хардкорна, что даже не дает подсказок направления. Ладно, договорились. Не лучшее время для визитов в блок 13. Давай, держись там. Ну-ка. Я так понимаю, что нам с вами сюда. А Эйс, наверное, вниз уже пошла или что? Возможно, что да. Да, вон там впереди кто-то есть. А я еще реактор. Что ж, ты у цели. Но эту рухлядь опасно включать. Так, знаешь, как включить реактор? Нет. Ну, эта штука будет чертовски шуметь. Это надо иметь в виду. Счастью, все, что требуется, нажать кнопку на терминале над нами. Я бы и сама могла, но кто знает, что за тварь бродит вокруг. Но раз мы вдвоем, может, исправимся. Ладно, у меня есть план. Ты идешь наверх и врубаешь реактор. Я помогу, если кто нападет. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Погоди, сейчас поищу. Вот, именно. А, выберите класс. Прикольно. Так у нас с вами еще разный класс, может быть. Отступник. Специалист поддержки и боя на средней дистанции. Вооруженный мощный двустволкой, надежным скорострельным пистолетом и спартоносным кустарным топориком. Утильщик. Эксперт по холодному оружию и бою на ближних дистанциях. Мощный дробовик, надежный скорострельный пистолет, огромный кустарный молот. Прикольно. Помогает утильщику давать отпор врагу, если тот подходит слишком близко. А здесь? Мастер боя на дальней дистанции. Владеет сверхточной охотничьей витовкой, надежным скорострельным пистолетом и универсальным кустарным мечом. Способен уничтожать большинство целей еще до того, как они приблизятся на опасное расстояние. В распоряжении охотника также имеется модификатор метка охотника, который помечает врагов, позволяя ему и его товарищам видеть цели сквозь стены. Тут абсолютно непонятно, кто лучше всего для соло, может быть и утильщикам лучше всего играть. Но я хочу поиграть именно за охотника, так что выберем этот класс. Но просто протестировать. Мастер теней, что это такое? Нажмите Т, там было написано, ладно, хорошо, может быть по-русски Т. 0 очков талантов, у нас с вами 10, да? Хорошо, охотничья витовка, проверить снаряжение. Скорострельный пистолет, охотничья витовка, кустарный меч. Ладно, погнали сюда, я так понимаю, что нужно врубить все это дело здесь. Нажмите пробел, запустить реактор. Так, у нас гости. Где? Бежим. Все, я понял, хорошо. Окей, давай винтовку проверим. Нормально. Она сама справится или нет, интересно? Пошли поможем. Зараза, ты мешаешься. Да не говори, все пучком. Ау вернулся, гад, в последний момент. Да тихо ты. Все нормально. Опа, какой-то лом, хорошо. Его можно подбирать, я понял. Чуваки, привет. Хороша, мне прям нравится. Все отлично, не переживай. Я тебя сверху прикрою. Нормаль. Когда покоешь к нему вплотную, то врубается оружие ближнего боя. Я понял, хорошо. Все пучком, не переживай. Будем экономить патроны. Атаки врага сбиваются, это тоже хорошо. Ого! Через шифт я ему подсечку сделал, смотри. Это круто. Патроны для винтовки. Через Е подбираем, все хорошее, оппонент. Все в порядке? Да. Он мне прям понравился. Ну это прям очень бодренько играется. Конечно, лицевая анимация. Позавидует на драмеде, но да ладно. Готово. Еще и тебя спасла. Эй, не вешай нос. Мы живы, питание включено. Все не так плохо. Давай, поспеши к форту. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь шифту. Уверена, помощь тебе не помешает. Ну-ка, а лутецкий тут какой-нибудь остался после них или нет? Я вообще что-то собрал? Рюкзак? Вот, давайте посмотрим. Расходы, материалы, предметы, заданий. Там какой-то, я не знаю, металлолом собирался или что-то типа того с них. Ну-ка здесь. Нет, здесь ничего нету. Вернуться к командиру форду. А, у меня еще и лечилок нету, нифига, я тебя понял. Хорошо. Ладно, погнали обратно. А, вот смотри, патроны. Лом, лом 21. Где он у меня здесь? Это вот это вот лом? Справа внизу? Установить мод, есть модификации, хорошо. Рюкзак, таланты. Также у нас там и... А, вот идет потихонечку прокачка, бодрость, текущий уровень, здоровье 7.5, здоровье Брязь 10, стойкость. И мастер теней, внимательность врагов, внимательность врагов. Понятно, хорошо. То есть они нас хуже замечают. Ну-ка. Да, лом это местная валюта, я понял. Хорошо, погнали обратно. Хорошо, что здесь стало посветлее. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Моя миссия важнее любых рисков. Ах, да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама... Сама судьба ведет тебя, понимаешь? Ты наверняка спасешь наш мир. Окей. Так держать. Вот. Пусть будет у тебя. Немногим удается сохранить доброту в таком мире. Говорят, эта безделица отгонит даже смерть. Хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Но этот камень... Тебе подарок. Береги его. Спасибо за помощь. И еще. Элен... Ну, то есть, командир. Знает про этот остров больше, чем говорит. А... Спроси-ка ее об основателе блока 13. Эй, бродяга. Драконье сердце восполняет потерянное здоровье. После низких применений предмет лишается целительной силы. Заряды драконьего сердца пополняются во время отдыха у контрольной точки, а также после гибели персонажа. Для использования нажмите киу. Хорошо, спасибо. Так, что у тебя еще есть? Поговори, Сэлен. А, Сэлен, поговорить. Подожди, ладно. А здесь Элис. Работа с реактором. Мы хорошая команда. Как знать, друг Лес... Ладно, давайте восстановим. Все равно это как бы задание как раз это сделать. Так, теперь погнали наверх к Форд, поговорим с ней. Рада, что вам удалось включить реактор. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Он упомянул основателя блока 13. Думаю, его записи вам пригодятся. Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен я хочу помочь вам. Мне пригодится любая помощь. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и МакКейб внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Затем зайдите ко мне. Хорошо. Улучшить снаряжение с Риксом в арсенале. Погнали. А кто такой МакКейб? Ладно, сейчас разберемся. Но Рикс это абсолютно точно, который там внизу нам как раз про меч говорил. То, что типа мой меч теперь не меч. Если не ошибаюсь, это прямо, потом налево. А туда нету покороче дорожки? Ладно, видимо нету. Привет. Спасибо за электричество. Форд рассказал о твоей помощи и приказал подготовить тебя к вылазке в город. Возможно, твой клинок все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. Железо, лом. Задача выполнена. Он типа его разобрал совсем? Рикс улучшит ваше оружие и броню, если принести ему найденные или полученные из убийства врагов материалы. По мере улучшения оружия и брони вы сможете давать отпор все более сильным противникам. Окей. То есть я могу чуть-чуть кустарный меч, да? Улучшить за 150. А могу охотничью винтовку. А давай-ка винтовку. Улучшить пробел. Все, я понял. Да, улучшить винтовку. Урон 60. Трудный выбор, ну понятно, тут появляются небольшие ачивки. Хорошо, можно это закрывать. Ну что ж, так лучше. Вот. В общем, возьми это. Вещь не самая прочная, но хоть какая-то защита. А, вот так. Теперь получше защищает. Хоть и мелочь, а поможет. Запасов у нас, конечно, немного. Но на добро мы отвечаем добром. Заходи, если нужно будет улучшить оружие. Маккейп может помочь тебе усилить снаряжение. Но говори с ней только по телу. Она не любит болтать попусту. Маккейп, я так понимаю, это вот это вот по соседству. Прикольно у тебя тут. Красивенько. Ну что скажешь? Так это о тебе говорила, Форд. Только дармоедов нам не хватало. У нас своих холодных ртов хватает. Зачем тратить припасы на кого попало? Думаешь, их легко достать? Жаль, что командирам можно впечатлить убийством пары полудохлых коряк. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейп, инженер. А ты заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. Ты всегда такая злая? У нас тут конец света как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали и я сделаю еще. Заплату. А теперь проваливай. Меня утомил твой дыр. Ну спасибо. Да, да. Модификация используется для улучшения стрелкового оружия. Снайф-модификация необходимо зарядить его, нанеся урон врагам выбранным оружием. Когда индикатор зарядки будет заполнен, нажмите F, чтобы активировать модификатор. Хорошо. Некоторые модификаторы активируются сразу, другие делают доступным дополнительный режим ведения огня, позволяя производить смертоносные выстрелы. Чтобы установить модификатор, откройте рюкзак, затем выберите подключение стрелкового оружия, нажмите X. Окей, ушка. Где это у нас с тобой находится? У нас есть хоть что-нибудь? У нас доступно с тобой метка охотника. Шанс критического урона по помеченным врагам больше. Соответственно, можно поставить это сюда. Давайте установим. Потому что мне кажется, вот именно с винтовочки по каким-нибудь боссам или каким-то жестким как раз существам будет лучше всего это делать. Ну-ка. Установить. Поставили? Поставили. Все хорошо. И теперь нужно вернуться к командиру Форду. А у вас здесь прохода какого-нибудь нету? Вот здесь вот. Че я там-то бегу? Ёп! Я вот там вот кругом бегаю. Какой я молодец. Ладно, у меня топографический кретинизм. Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и Маккейб знают свое дело. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать ее только в крайнем случае. Что ж, этот случай настал. Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам, думаю, вы подходите. Вот, возьмите карту. В главном зале внизу есть терминал. Вставьте в него карту. Если повезет, мы включим эту штуку. Окей. Не благодарите. Окей, спасибо. Ладно, пошли вниз. Она сказала, в терминале внизу. У меня такое ощущение, что, типа, просто меня не жалко. Вот и все. Я так понимаю, что сюда, да? Ну-ка, ключ-карта. Доступ разрешен. Загрузка Датла. Там журнал, кстати, был. Уоу. Уоу. Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Вы упоминали основателя. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем блока 13. Когда корень впервые напал, он собрал людей здесь, в блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся корень. Провел много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. От него осталась какая-то информация о корне? Снаружи блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Аттола. Послушайте, я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13, мы всегда будем вам рады. Ну окей, здесь хотя бы сюжет есть такой вменяемый, хороший, но в любом случае мне нравится. Железо, старейший металл в мире. По крайней мере в том месте, что называлось нашим миром. То есть это просто телепорт? Перемещение, настройка мира. В другую зону, хорошо. Убежище основателя. Обыскать убежище основателя. То есть типа здесь должны быть заметки? А, там все проломано. Прикольно. Не, на самом деле игра выглядит очень хорошо. Персонажи, честно говоря, фигово проработаны, на мой взгляд. А вот игра выглядит хорошо. Папа, я умираю, а этого не изменить. Мне всегда казалось, что меня либо убьет корень, либо я буду жить вечно, как ты. Но не всем суждено стать героями. Ты единственный в мире, кто думает, что сможет остановить корень. Ты ведь знаешь это. Остальные просто пытаются жить как могут. Нам с Элен пришлось научиться жить без тебя. Я не буду снова пытаться остановить тебя. Просто не думай, что ты переносишь себя в жертву ради нас. Хватит с наш артв. Всегда с тобой твоя дочь Надин. Окей. Да мы и так прочитали. А, я хотел бы вот это вот забрать. Масляный. Окей. Это что, ключ карта от блока 13? Окей. Нажмите на рюкзак. Подожди, что за ключ карта? Форт оставил это в своем укрытии на поверхности. Должно быть, он не решил задоверить его жителям блока 13. Когда Форт основал блок 13, он спрятал в нем свои секреты. Может, хотел похоронить их здесь навсегда? Вот только тайная часто становится явным. Ладно, хорошо. Еще какие-нибудь заметки. What is the labyrinth? Что такое лабиринт? Ну-ка, лабиринт. Массивная башня. Старая церковь. Лабиринт. Уровень второй. Уровень первый. В принципе, красный телепорт. Сиреневый телепорт. Ну, то есть, здесь, в принципе, просто что-то типа карты. Но у нас же с вами справа наверху есть карта, то есть все в порядке. Ладно. Почесали потихонечку вперед. Элен. Я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя. И я прошу прощения. Мне жаль, что все так сложилось. Понимая слова не исправить содеянного, я должен уйти. Прошло немало времени, прежде чем я решился на это. Я собираюсь поговорить с корневой матерью в старой церкви за талинальными метро. Она укажет мне путь из этого мира, и я исчезну навсегда. Прощай. Окей, найти вход в метро из пепла. Кстати, Remnant from Ashes, это как раз как бы, я не знаю, остатки из пепла, остатки от пепла. То есть, по большому счету, дракон погиб, и из его пепла возродились Remnants. Вот эти вот, возрожденные вот эти твари. Я так понимаю, они оттуда появились. Сюда можно попасть внутрь? Или это не взламывается? Привет, чуваки. Они меня заметили? Сейчас вот это непонятно, хорошо. Нет, здесь не пройти, все, я понял. Справа еще. Я думаю, что не стоит особо тратить патроны на обычных. С обычными... Ау! Обычными можно сражаться так вот. Только нужно быть поаккуратнее, не пропускать удары. Здесь. Фига, здесь лабиринты. Тут реально можно заплутать. Сверху. Больно. 50 кп просто минус. 50 процентов. Ползи сюда, сволочь. Ну, если что, мы всегда с вами можем вернуться обратно. Оу, тихо. Там какая-то бутылка была, я ее только что выпил случайно. На двойке? Что за бутылка там была? На двойке, подожди. Быстрые ячейки. Ах ты, зараза такая. Пошел вон. Что я выпил? У меня на 9 минут 42 секунды что-то какой-то эффект снизу. Прикольно. Ну-ка, рюкзак. Что это такое было? Эликсир побега здесь. Использовать предмет. Секундочку. Персонаж. Дополнительные параметры. Спейс. Выбрать ячейку. Ладно, понятно, ладно. Плевать. Все, хорошо. Что-то выпили и выпили. Какое-то улучшение, скорее всего. Здесь можно проломить все это дело? Нет? Нет, наверх не подняться. Да, уж прикольненько. Сложно здесь ориентироваться. То есть нужно все это естественно исследовать. Бегать, смотреть. Вон у нас ведь заканчивается. Возможно мы сейчас как-то сторонкой обходим все то, что происходит на улице. Какой-нибудь обходной путь, да? Не то чтобы шорткат. Просто обходной путь. А я могу присесть? Подожди. А, присесть на альте. На альт. Чтобы подкрасться. Запалил меня, да? Ну иди сюда. Все нормально. Здесь ничего. Нет, подожди. Мне показалось, что здесь записка. Нет, не записка. Хорошо. Это... Так, ерунда. Чешем дальше. На самом деле было бы прикольно, если бы здесь была какая-нибудь другая карта. Потому что на М ну такое типа. Понятно. Хотя бы хорошо лут подсвечен. Большое количество железа. Еще железо. И мы с вами действительно обошли все, что было на улице. Сторонкой так. Можно было бы посражаться. Потому что я так понимаю, что... Мы с вами потихонечку прокачиваемся. Ранг таланта 10. Нолечко талантов. Хорошо, я тебя понял. Ну да ладно, пошли вперед. Не будем сейчас терять время. Потому что... Ну то есть тут можно супер подробно проходить. Но под запись это очень сложно. Будет просто отнимать время от выпуска. Ну-ка. Предлагаю подлечиться немножко. На всякий пожарный. А тут контрольная точка рядом. Я здесь могу к ней пройти? Нет, не могу. Нет. Война. Нет. 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 Так, тут еще железо Тут на самом деле все нужно абсолютно осматривать Потому что они могут быть где угодно Вот здесь вот сейчас еще один подъем наверх был Так, потихонечку вперед Шурую Какие вы странные-то жесть, а? Непонятно кто из них какой Лежать Вот это какой-то необычный был, да? Привет Хорошо, что их отбрасывает Ну-ка, а здесь на что? За стеной что-то А может быть и наверху Черт, они встают из... Они встают из этой земли что ли, или что? Походу да Шел вон Понял тебя Такого делать не нужно Лучше стрелять аккуратно Воу Что за фигня? Ты кто такой? Шесть Ничего особенного Очко талантов Ты кто? Ну-ка, секундочку А куда мы с вами можем его разместить? Бодрость Текущий уровень здоровья Плюс семь с половиной Здоровье плюс десять Стойкость Выносливость Выносливость Внимательность врагов Внимательность врагов Подожди Ммм Секундочку Может быть Не, давайте все-таки сейчас здоровье прокачаем Пока что Для начала А потом будем выносливостью заниматься Потому что, я так понимаю, мы сейчас не очень живучи Или может быть совсем не живучи Хорошо Фиг знает, куда идти До свидания Просто гуляем Смотрим, что здесь есть Потому что нам нужно его заметки найти Это раз Во-вторых, наверное, выход куда-то дальше Или выход с территории Это же по большому счету локации Так, если можно выразиться, да? По ощущению, что со спины кто-то был Давай У меня еще уворачивается Что у нас по патронам? Нормально, 59 Отдыхай Там внизу валяется что-то Давай, потихонечку фармим все это дело Это что такое? Адреналин Прикольно Заметки нет? Нет, просто фигня какая-то И здесь, в принципе, все Тут можно спрыгнуть Ну-ка Странно Мы же здесь не были, да? Вон там босс Тихо Зараза Восстанови Я же нажал Понятно Нужно быть прям очень Четким здесь В плане нажатия В плане всего А ты-то чего не сдох Нормально все будет Нужно привыкнуть к этому Просто немножко привыкнуть Давай Есть Босс Не пришел? Нет, босс не пришел Вон он босс Справилась, блин Тоже мне Окей Меня запалили? Не знаю Вроде нет Привет Уходим Бежим, 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 бежим Фига себе у него размах Ладно, хотя бы здесь не достает Нормуль Хорошо, пробили Прыбей Почти, есть Что он делает? Один поднял второго Чтобы в меня кинуть, что ли? Я вот это сейчас совсем не понял Патроны для пистолета Для винтовки Но для винтовки мало Что для одного мусора Для другого Я даже не знаю, что Ладно, я вижу тебя Я сейчас зачем это использовал? Я сейчас использовал адреналин И зарядился В носу зарядил себя Хорошо, я понял Стекло Их защищает Железо Блин, зараза, мало патронов Там была мисс Эти меня не заболели вообще, да? Странно В спину был 204 урон Здесь что-нибудь еще есть? Давай дальше с пистолетом Нет, здесь ни черта нету Кстати, можно не только с пистолетом С ближним оружием Ближнего боя тоже бегать Чтобы экономить патроны Но пока что патроны есть Будем стрелять Тем более, это первый уровень А их, скорее всего Ограниченное количество С собой может быть А у вас здесь нету Чекпоинтов? Нигде? Никаких костров Которые можно было бы Вожечь? Да, господи Отдыхай Саке с кем-нибудь попить Я вижу слева, вижу Хорош Не, ну это пока что Все очень просто Потому что Тут самое начало, естественно Может быть здесь что-то? Да не, вроде ничего Хорошо, что выносливость Быстро устанавливается Патронов для винтовки 5 И с них не выпадает Да ну нафига Попадай же Я думаю, что патронами Можно будет закупиться Потом, ну то есть Когда вернемся с вами В начало Точнее не в начало А в магазин А зачем я здесь За записками За ключом А, я ключ собрал Точно А вот записки Я пока что еще не находил Еще железо Окей Блин Вы что пугаете Ты Такое ощущение Что здесь кто-то был Привет, привет Справа сиреневый Вижу Еще кто-нибудь С большого расстояния Меньше урона Ну Давай последнюю Каменный столб Нажмите Что это такое Это какое-то Кольцо Уменьшает отводств Волон на 50 Отдача на 25 Хорошо Обломись Ну это полезная штука На, держи Что ж ты не сдох Ты, а? Железо Патроны Патроны красные Это что? А, для пистолета белые Для винтовки красные Я тебя понял Но пока что все такое Типа Довольно-таки простое Не приходится с ними Вручную сражаться Интересно А, здесь вообще Большие локации? Потому что нет На самом деле прикольно Но хотелось бы Как бы Точку восстановления Какую-нибудь Лаунджи То есть Прочистная Здесь вроде ничего А, вон смотри Это либо выход Либо проход дальше Ну-ка Канализация Отдохнуть у контрольной точки Здесь ничего нет По соседству Вон, видишь То есть Сейчас мы с вами Все перезапустили Во время отдыха Персонаж пополняет Боеприпасы И заряд Драконьего сердца Однако Все убитые Обычные враги Возрождаются В многопользовательской игре Также воскрешаются Союзники Чтобы отдохнуть Контрольная точка Должна восстановиться Ну понятно Все, хорошо Закрыть Я тебя понял А также Отсюда можно Переместиться Куда-то Я так понимаю Здесь сейчас Кто-то был Мы с вами Таких видели В заставке В трейлере В самом начале А, я тебя понял Окей Ну То есть Все патроны Перезарядились Затопленный проход И это у нас С вами максимальный Как раз Боезапас Видишь Кого-нибудь Нормально Там кто-то есть По-любому Опа Тихо, спокойно Не хотела Перепрыгивать Зараза Хорошо Комментирует Ну-ка Фолиан знаний Плюс навыки Иди нафиг Да сколько Швостам Жесть Это кто? А, это понятно Взрывающийся Хорошо Отпрыгни Ты его заденешь? Да, задел Это хорошо Это радует Сзади Прикольно Ну-ка, секунду Все пучком Нормально Иди сюда Что вам нужно было нажать? Стой 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 Я тебя понял Подожди А что не используется Нормально Люминитовый кристалл А кровотечение просто так не пройдет, да? Как мне подлечиться? Бинт Использовать Как мне использовать? Пробел Все хорошо Перемещение Вернуться в блок 13 Все правильно Давайте сгоняем Сейчас улучшим оружие Я думаю, что на самом деле Сейчас мы с вами прошли довольно-таки много Ну просто для первого выпуска Сейчас посмотрим Что мы можем еще улучшить Я думаю, что можно и броньку Как-то лучше немножко сделать Может быть и оружие Плюс нашли материалы Привет Да Угу Давай меняться Как ты? Извини Давай меняться Давай глянем Так, покупка Что у тебя есть? Это понятно Аура Восполнение Создает целительный источник Который восполняет 10 единиц здоровья в секунду В течение 10 секунд На 30 секунд Наделяет боеприпасы силой огня Повышая на... Прикольно Слушай, а я могу и то, и то купить? Сколько это стоит? Это... Нет Это только одно, что-то могу Либо подлечиться 10 единиц здоровья в секунду То есть 100 в общей сложности Ну давайте купим Пригодится Да, потому что играем в одиночку Хотя бы что-то будет нас подлечивать Ага, иди уже Чего сейчас? Это сейчас что было? Вы видели, а? Я тебя тоже Давай немножко улучшим броню Хочу взглянуть... У меня пара вопросов Взглянуть на товары Давай поглядим Окей Я хочу улучшить Немножечко винтовку Улучшить на пробеле, да? То есть что у нас получится? 66 И больше нету монет, чтобы улучшать То есть железо есть, а монеток нету А продать я тебе что-то могу? Броню можно улучшать Покупка, улучшение То есть я могу либо купить Либо улучшить О, у него прикольный дробовичок Но я так думаю, что нам это с вами в принципе не нужно Нам бы хотя бы кустарный меч заменить на что-то прикольное Кустарный молот Урон 52 35 Вот его наверное в следующий раз купим Я предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить Я надеюсь, что вам понравилось Если так, пожалуйста, поставьте лайк Мы с вами сегодня довольно-таки много всего сделали А, секундочку, это же моя броня, да? Да, моя броня Продолжим с вами в следующем выпуске Ну на самом деле очень прикольно сделано подземелье Сражение Вот эта фишка со стрельбой Она прям реально смачно сделана Доставляет удовольствие Продолжим с вами в следующем выпуске На этом пока что все Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить Удачи, друзья, пока Увидимся в нем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok